Всем привет! Это фрикен Нью-Йорк, с вами Влад. Знаю, многие из вас искучились по мне за те две недели, что я отсутствовал на канале. Некоторые даже думали, что я погиб в протестах, ну или меня забаррикадировали подальше от всех. Но это не так. И даже более того, сегодня я расскажу вам одну очень интересную вещь, а также покажу секретное место Нью-Йорка. И секретное оно. Не потому, что правительство США тщательно старается спрятать его от потливых умов на заливых туристов, а лишь потому, что его хрен найдешь. Искаешь, не знаешь, где искать. Но благо у меня три года аспирантуры за спиной и проблем с поиском информации нету, поэтому ставьте лайк авансом, короткая заставка и погнали! 520 Мадисон Авене Урбан Плаза Это невероятно уютное место в самом центре Манхэттена, со своим водопадом и празднично украшенными деревьями. Но почему же у него такое странное название? А все дело в том, что это так называемый ПОПС, что буквально значит Privately Owned Public Space. Согласно законам на землеиспользования, ПОПСы, хоть и находятся в частном владении, они все же обязаны быть открытыми для публичного посещения. С 1961 года города предоставляют застройщикам скидку, а те в свою очередь предоставляют жителям ПОПСы. В плюсах абсолютно все, ведь застройщик может разместить в ПОПСе все, что захочет. Так, например, в 520 Мадисон Авене Урбан Плаза раньше стоял кусок оригинальной берлинской стены, который, в свою очередь, недавно перекочевал внутрь здания. И теперь у нас тут виднеется потрясающее классное зеркало. На данный момент в Нью-Йорке более 500 разных ПОПСов, узнать о которых вы можете как минимум четырьмя различными способами. Первый и самый бессмысленный. Забиваем в Википедии «List of Privately Owned Public Spaces in New York City». И здесь вы видите достаточно большой список ПОПСов, большая часть из которых не имеет собственной статьи. Так что толком вам это ничего и не даст. Второе. Вы можете специально купить книгу за какие-то 88,5 долларов на Амазон. Окей, третий способ. Открываем сайт apops.mac.org, ищем интересующий нас ПОПС, в данном случае 520 Маддисен, и находим информацию на английском языке. Как мы видим, раньше здесь стояла берлинская стена, которая закрывала собой потрясающий водопад. Сейчас ПОПС выглядит просто потрясающе. Цветы, девять деревьев. Все это напоминает культовый Пэлли-парк, который находится буквально за углом. Да-да, тот самый парк, с которого, в принципе, начал снимать различные видео про достопримечательности Нью-Йорка. И который на данный момент, к сожалению, закрыт. Ну, как-никак, коронавирусная инфекция, все дела, общественные места закрыты. В этом ПОПСе можно отлично провести время. Так, например, вы можете почитать книгу, потренить немного. Выпить кофе, сделать классных фотографий и многое-многое другое. Ну и четвертый, самый логичный и простой, это подписка на мой канал. Где? На русском языке. Я вам расскажу, а также покажу, как найти секретный и не только достопримечательности Нью-Йорка. Так, например, самый простой способ найти ПОПС-520 Мадисон, это добраться до станции 5-я авеню 53-я стрит по линии И или М. И по улице И-53-я стрит двигаемся в сторону Мадисон-авеню. Парадоксально, да? Что ж, я надеюсь, данное видео было полезным и информативным для вас. Подписывайтесь на мой канал, лупите с локтя по колокольчику. Также залетайте на канал к моему другу Сакраменто к Насте. Ссылочка будет в описании, там она рассказывает полезную информацию для тех, кто хочет мигрировать в США. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Пока!